Здравствуйте! Это программа «Есть разговор». Меня зовут Булац Денишеев. И сегодня мы поговорим о новой структуре в исполнительной власти Республики Бурятия. Сегодня у меня в гостях глава Кабинета Министров Алексей Машкович. Здравствуйте! Здравствуйте! Алексей, я вас не случайно назвал главой Кабинета. Вы недавно назначены на эту должность. Глава общественного Кабинета Министров. Расскажите, пожалуйста, о новой структуре. Что это? Название у нас достаточно громкое и емкое. На самом деле это общественная организация, которая была инициирована властью, то есть Министерством экономики и вообще экономическим блоком правительства. И это в связи с тем, что сейчас идет общая такая волна, общая тенденция в России по открытому правительству. А, то есть это своего рода наше бурятское открытое правительство, да? Ну да. Ну, такого аналога именно Кабинета общественных министров, такого я не встречал в России. Ну и насколько я знаю, то есть мы являемся пилотным таким регионом. То есть суть нашей организации в том, что назначается, не назначается, выбирается, были выбраны общественные министры. Сейчас в данном случае это пять направлений курируют. Это сельское хозяйство, это имущественные отношения, это экономика, естественно, промышленность и природопользование. Вы за какой сектор отвечаете? Я, то есть ситуация какая была. А, вы глава Кабинета министр. Да, да, я глава Кабинета, ну, выбрали меня главой Кабинета. То есть еще у нас существует экспертный совет. То есть как бы людей было много, там, по-моему, 13 человек у нас все выбрано. Пять вот избрали министрами и остальные как члены экспертного совета. Ну, функциональное назначение нового органа в чем? Ну, в основном мы, конечно, должны проводить экспертизу законопроектов, то есть так называемая оценка регулирующего воздействия, то есть каким образом тот или иной закон, какой-то документ, законодательный акт может повлиять на общество, на экономику и так далее. То есть вы рассматриваете законопроект до ухода его в Народных Урал, да? Да, да. То есть мы должны его рассматривать, говорить свое мнение, причем это мнение должно быть не только наше, но это мнение должно быть и... Мы должны как бы аккумулировать мнение всего общества, всех слоев, всех заинтересованных сторон и потом выносить это на обсуждение в Министерстве экономики, там, в профильном министерстве и так далее. А какие-то рычаги управления есть? Ну, скажем, вот не понравился вам законопроект, вы можете наложить свое вето? Ну, вето, конечно, мы не можем наложить, но мы можем рекомендовать, мы можем настойчиво рекомендовать. То есть, если действительно мы видим какие-то очень серьезные, ну, не нарушения, но какие-то проблемы, которые могут возникнуть в результате, как бы, введения действия вот этого закона, то, конечно, мы будем бороться за это, чтобы этот закон пересмотрели, либо после принятия, даже как у нас уже был такой случай, после принятия закона, как бы, были введены дополнительные поправки. Алексей, ну, уже прошло 100 дней с момента формирования, да, Кабинета Министров, Какие уже вопросы успели рассмотреть? Что рекомендовали исполнительные власти? Ну, у нас, вот, насколько я сейчас вспоминаю, было таких три основных мероприятия, на которых мы участвовали, где участвовало правительство. Это у нас была стратегическая сессия в Министерстве экономики. Там мы, вот, рассматривая вопрос, один из основных вопросов был о вступлении России в ВТО, и каким образом это отразится на Республике Бурятия. Вот, то есть, мы это рассмотрели, какие-то внесли свои рекомендации, в принципе, министерство к нам прислушалось, Татьяна Гавриловна прислушалась. Ну, коротко, какие рекомендации вы внесли, и что вообще вы думаете по поводу вступления в ВТО? Ну, ВТО, естественно, это будет, как везде говорится, это будет плюс для потребителя, для конечного потребителя. То есть, когда человек сможет выбирать из большей номенклатуры товаров, то есть, будет больше конкуренция, будет снижена цена. Но, как, естественно, бывает в России, могут возникнуть проблемы, которые мы даже не предполагаем. То есть, это сказывается близость к Китаю. То есть, может к нам так получиться, что китайские товары хлынут просто волной, и наши службы, Роспотребнадзор, Гостехнадзор просто не смогут справляться с контролем тех товаров, которые будут приходить. Это будут и машины, оборудование, и автомобили, это будет и одежда, и детские игрушки и так далее, которые непосредственно влияют на жизнедеятельность. Ну, ваши рекомендации какие были? Ну, то есть, нужно провести углубленно. Мы сказали, что желательно провести прямо по отраслям углубленный такой анализ и встретиться с предпринимателями, которые работают в этих отраслях, и разработать какие-то, не ждать, как говорится, пожара, а разработать те меры, которые могут предотвратить это и минимизировать риски вот этих последствий вступления в ВТО. Но все-таки, как вы считаете, вступление в ВТО – это в большей степени плюс или минус? Ну, я думаю, что это плюс. Вот конкретно для нашего региона? Да, это плюс для нашего региона, потому что те направления, которые могут пострадать, у нас они практически неразвитые. И в ВТО, на самом деле, там есть, ну, я почитал документы, там есть огромное количество ограничений, там есть переходные периоды. Допустим, для сельского хозяйства есть переходный период в 7 лет. То есть, наши проекты, которые запущены, там, свинокомплексы и так далее, большие, они уже успеют вступить, как говорится, в полную работу. Быть готовыми к этому. Да, быть готовыми. Поэтому, естественно, это плюс. То есть, конкуренция, на самом деле, это двигатель прогресса, двигатель бизнеса, да, торговли. Поэтому, я считаю, если говорить в общем, это плюс. Но вот эти вот нюансы, которые могут возникнуть для предпринимателей, для малого бизнеса, их нужно как бы... Но есть и минусы, которые нужно учитывать, да? Да, нужно посмотреть, то есть, как это может отразиться. Допустим, я считаю, что те производители текстильной промышленности, с которой у нас несколько есть предприятий, которые производят там одежду и так далее, то есть, они могут пострадать. Поэтому нужно с ними очень плотно поработать и посмотреть. Там мебельщики, которые производят мебель, деревообработка тоже. То есть, это все будет дешевое, будет завозиться из Китая. Тем более, что у нас тут логистические сдержки очень маленькие. Китай рядом. Поэтому в некоторое направление точечно нужно просто посмотреть и людей предупредить, чтобы они сами готовились и, соответственно, какие-то меры предпринять. Ну и еще какие вопросы успели рассмотреть за 100 дней своего существования? Ну, мы были еще участниками Высшего экономического совета, где рассматривалась концепция развития промышленности на 2012 и 2015 годы и до 2025 года. Концепция, в принципе, была интересная. То есть, основные положения мне лично понравились, и членам нашего кабинета министров они понравились. Теперь Министерство промышленности вышло к нам с предложением, чтобы мы на основании этой концепции разрабатывали уже программу. То есть, более детальный план действий, каким образом реализовывать эту концепцию. Единственное только, как бы я высказал замечание, не замечание, а может быть предложение, что там говорится о кластерном развитии экономики, и я считаю, что там незаслуженно был забыт кластер, туристический кластер. То есть, он как бы напрямую не имеет отношения к промышленности, но он связывает между собой практически все направления, которые... Об этом о туризме мы поговорим чуть попозже, я сейчас вас перебью. Алексей, скажите мне, пожалуйста, вот вообще, по вашему убеждению, промышленность в Бурятии имеет перспективы роста? Ну, промышленность, да, имеет, но, видите, у нас какая ситуация? У нас промышленные предприятия крупные, они практически не зависят от региона. То есть, это вертикально интегрированные холдинги, такие как авиационные, ОРЗ, Стальмост и так далее. То есть, они управляются из Москвы, и регион тут в какой-то мере может влиять, но не очень. Мне кажется, очень большой... Они просто находятся территориально здесь, и... Да, ну, они платят налоги, являются налогоплательщиками крупными. Вроде будто бы и наши. Да, ну, естественно, они наши, но я говорю, тут, как бы, это федеральные предприятия, мы особо на них повлиять не можем. А вот именно малый бизнес, то есть, именно промышленно ориентированный малый бизнес. То есть... Вы больше уклон делаете именно на малую промышленность, да? Ну, это дело не я уклон, это делает президент нашей страны, это президент, глава республики Бурятия. То есть, это говорится давно об этом. То есть, в отличие от нас, наши малые предприятия, структура наших малых предприятий, в отличие, допустим, от европейских, что у нас в основном это сфера услуг и торговли. В Европе это реально действующие малые предприятия, это реальные производители каких-то товаров, то есть, каких-то продуктов. Вот, поэтому, я думаю, на основании, как бы, вот этого можно предположить, что будет увеличиться количество малых предприятий именно в сфере производства в промышленном секторе. Ну, с учетом развития туризма, там, горной добычи и так далее. Ну, а насколько вы думаете, они будут рентабельны? Насколько вообще необходимы эти малые промышленные предприятия? Ну, может быть, все-таки достаточно того, что получать продукты извне и заниматься развитием туризма? Нет, да, развитие туризма – это вещь очень хорошая, но все равно для обслуживания того же туристического кластера необходимо будет предприятие, которое производили бы какие-нибудь товары и услуги. То есть, так, конечно, сказать невозможно, насколько это будет необходимо. То есть, нужен, опять же, расчет, нужна четкая какая-то аналитика для этого. И, как бы, поэтому, но лично мое мнение, что, ну, тема близкая мне, допустим, автомобильная, могу сказать, что компания Toyota имеет в своей структуре 40 тысяч малых предприятий. То есть, к примеру, наш авиазавод тоже мог бы на аутсорсинг отдать какие-то части работ и услуг именно малому бизнесу. Для этого, конечно, необходимо какую-то взаимосвязь найти с большими крупными предприятиями. То есть, это тоже, на мой взгляд, может создать достаточно большое количество рабочих мест. Соответственно, это будут налоги в бюджет. Это такой хороший большой скачок для экономики региона в целом. Да, в принципе, не надо выдумывать велосипед. Конечно, это не так просто. То есть, для авиазавода, по сути, это особо и не нужно. Но это нужно малым предприятиям. То есть, перспектива будет развития для предприятия. Это будет занятость людей. Ну, и для бюджета, естественно, будут дополнительные налоги. Алексей, ну, вы так достаточно все красочно рассказываете, да? Вот все-таки зампред правительства Бурятий Александр Чепик в одном из интервью сказал, что он не удовлетворен работой в Кабинет общественных министров. Как вы думаете, чем он недоволен и что вы думаете об этом поводу? Ну, да, такое было. Но тут понимаете, в чем дело. Мы же на самом деле не чиновники. То есть, мы из разных отраслей экономики, предприниматели. Среди нас есть ученые и так далее. И, естественно, для того, чтобы нам, даже чиновникам, дается полгода испытательный срок для того, чтобы он вник в эту проблему, как говорится, был в теме и смог какие-то давать рекомендации. Поэтому, естественно, где-то мы делаем ошибки, где-то, может быть, мы не то советуем, может быть, какие-то глупости говорим. Но все люди, понимаете... Ну, то есть, Александр Евгеньевич немного погорячился, да? Нет, ну, он не сказал, что прямо недоволен. Ну, он высказал свои замечания. В принципе, мы эти замечания приняли и поняли, да, действительно. То есть, это уровень высокий достаточно. И выходить на уровень правительства... Но ответственность все-таки большая. Да, то есть, мы должны уже с какими-то проработанными идеями, которые действительно чего-то стоят и какой-то будет иметь экономический эффект. То есть, в принципе, мы готовы и открыты для критики. Поэтому ничего страшного не произошло, я думаю. Ясно. А вот каким вы видите решение проблем малого бизнеса Бурятии? В последние годы, об этом все-таки часто говорят, да, и выделяются какие-то кредиты, льготные кредиты. Вы, как бизнесмен, ощущаете поддержку правительства? Да, я, можно сказать, изнутри знаю эту ситуацию. Я сам участвовал в различных конкурсах, получал различные субсидии, процент на ставки и так далее. То есть, в принципе, я считаю, что сейчас с точки зрения материальной поддержки делается достаточно много. И даже сейчас ситуация парадоксальная, что сейчас, наоборот, есть деньги, но нет желающих эти деньги взять. Ну, если говорить утрированно. Даже так бывает? Да, не хватает. То есть, там для получения каких-то субсидий предприниматель должен соответствовать определенным требованиям. Так вот, таких людей нету, таких предпринимателей нету. Они есть, конечно, но в недостаточном количестве. А бюрократические приполны существуют при получении льгот? Приполны есть, да. Но сейчас эта ситуация максимально упрощена. То есть, естественно, если государство дает деньги предпринимателю безвозмездно, либо на льготных условиях, соответственно, должны все равно какие-то быть гарантии. То есть, что человек эти деньги вернет, либо он их потратит по назначению и так далее. На мой взгляд, сейчас есть другая такая проблема. Это такого информационно-коммуникативного характера. То есть, государство мало информирует предпринимателей. Мало информируют в каком плане? То есть, предпринимателям, на мой взгляд, нужно сделать предпринимателям какие-то такие аналитические справки, которые могли бы подсказывать предпринимателю, показывать в том направлении, в каком он может работать. Те ниши, которые у нас еще не заняты. Потому что большинство предпринимателей основывается только… Я и сам этим грешу. На своей интуиции ставим так. Да, основной… То есть, расчет очень и очень мало делать. Во-первых, они себе не могут позволить… Как таково в маркетинговых исследованиях не проводится. То есть, они себе и финансово это не могут позволить заказать у кого-то эти исследования. Какое-то сделать там бизнес-план такой серьезный, проработанный бизнес-план. И с другой стороны, люди думают, ай, дай-ка я вот попробую вот это сделать. Ну, у кого-то получается, у кого-то нет. Для того, чтобы это минимизировать, мне кажется, государства… На удачу идут. Да, оно может каким-то образом помочь, сказать, что ребята, давайте мы сейчас туризм развиваем. В туризме есть такие-то такие-то у нас направления. Вот, пожалуйста, будете развиваться в таком-то, таком-то нам, мы вам будем помогать. Ну, то есть, должно быть все предельно ясно, открыто и понятно, главное, людям. Вот, кстати, о туризме говоря, да, мы достаточно часто уже в течение пяти лет говорим о том, что туризм должен стать приоритетным, должен локомотивом экономики стать. Вы в этом уверены? Абсолютно, он может быть действительно локомотивом экономики? Я думаю, туризм может быть одним из… То есть, сейчас, естественно, у нас основной налогоплательщик – это крупные промышленные предприятия, да, вот, там, авиазавод, например, вот. Сейчас развивается горнодобыча полезных ископаемых, горнодобыча, там, переработка. Это тоже очень будет крупное поступление в бюджет, вот. Но туризм, он просто, ну, если так, нам Бог просто это дал, на самом деле, да. Это, с одной стороны, это минус для нас, что у нас есть определенные ограничения, в связи с тем, что у нас есть озеро Байкал, мы не можем в полном объеме вести хозяйственную деятельность. Но, с другой стороны, мы можем это превратить плюс для себя. Плюс в каком плане? Что мы можем у себя в регионе сформировать рынок, понимаете, рынок вот этих услуг туристических. То есть, горная добыча, авиастроение, оно зависит от каких-то внешних факторов, от внешней конъюнктуры. А здесь мы можем, если мы создадим благоприятные условия для туристов, я просто в этом уверен, что люди уже, многие люди уже надоело им Таиланд, там, Турция и так далее. Им хотят именно вот этой дикой, хорошей природы, настоящей природы. Тем более Байкал, нам его, как говорится, рекламировать особо не нужно. То есть, народу нужно дать дикий байкальский туризм? Ну, дикий, дикий не в буквальном смысле дикий, а чтобы была дикая природа. Чтобы люди увидели, то есть, в жарких странах там хорошо, там море, там то, здесь совершенно другое. И люди, в принципе, к этому готовы. А какие-то все-таки болевые точки в отрасли экономики у нас есть? Ну, знаете, конечно, у нас много проблем, да, я их не буду перечислять, все знают об этом. Ну, на мой взгляд, сейчас вот, как бы, две основные проблемы, которые существуют у нас в республике, это нехватка капитала, то есть, нехватка инвестиций, о чем тоже говорят очень часто. И вторая, это все-таки... Ну, мы сейчас активно стараемся привлекать инвестиции. Да, и вторая, все-таки, это, на мой взгляд, это кадровый вопрос. Потому что, в конечном итоге, кто все это делает? Это делается для людей, это людьми делается. В конечном итоге-то, само Байкал, сам по себе, он стоял 20 миллионов лет, и после нас еще простоит 20 миллионов. Ему все равно, кто там будет на него смотреть, будут приезжать туристы, не будут. Все зависит от нас, как мы сможем это организовать, и как это сможем для блага республики использовать. Проблема инвестиций, на самом деле, тоже простая. То есть, нужно показать людям, инвестору, показать, что вы вкладываете деньги сюда, вы получаете такой эффект, законодательство у нас такое, поддержка. У нас такая, значит, ограничения у нас такие, такие. То есть, когда будет все это ясно и понятно, инвесторы, опять же, есть. То есть, есть желающие. Не надо далеко ходить, вот есть Китай. Китайцы постоянно сюда приезжают, приезжают, приезжают и приезжают. Поэтому, создать нормальные условия для инвесторов, и, как говорится, деньги рекой потекут. Подготовить почву. Ну, естественно. А не на 40-10 просто делать это. Ну, конечно, и на камнях растут деревья, как говорится, но в черноземии намного лучше все растет. То есть, если у нас будут нормальные условия, в принципе, сейчас государство и правительство наше, оно, конечно, это делает. То есть, условия улучшаются, какие-то уже появляются более-менее, ну, как бы, понятные правила игры. И инвесторы, в принципе, идут. Байкальский экономический форум, мы, кстати, тоже принимали участие, как кабинет министров там присутствовали. То есть, там большое, достаточное количество соглашений было на большую сумму, там, по-моему, 69 миллиардов рублей. Это достаточно такие большие деньги для нашей республики. То есть, в принципе, прогресс идет. Ну, конечно, хотелось бы быстрее, да, бежать и, там, не знаю, прыгать. Вот, поэтому, ну, как будто это. И что касается кадрового вопроса, ну, об этом тоже очень много говорится. Но я считаю, что все-таки не надо бояться мигрантов, потому что, ну, во всем мире, везде на таких работах используются трудовые мигранты. Поэтому не надо полностью отходить от того, что там запретить им заехать, иначе мы вообще останемся без рабочих рук. И кто будет 2 миллиона туристов обслуживать, неизвестно. Но, с другой стороны, только на них полагаться тоже нельзя. То есть, естественно, сейчас... Ну, и своих тоже нужно готовить, конечно. Да, то есть, кластерная развитие экономики, оно предполагает, что должно быть все комплексно и системно развиваться. То есть, мы не должны только строить туристическую зону, Байкальская гавань, только физически строить, материально какие-то там объекты строить. А кто обслуживает, и все это будет? То есть, вот это самый главный вопрос. Кто это будет обслуживать? Каким образом будут там те же дороги, там, автомобили, там, малые суда, эти, там, вертолеты, не знаю, что... То есть, это огромный, огромный... Как это будет все функционировать, да? Да, да. То есть, это как бы взаимодействие огромного количества предприятий вот этих смежных отраслей. Алексей, ну, завершающий такой вопрос нашего разговора. Насколько существенной может быть помощь вообще общественных организаций в работе исполнительной власти? Ну, знаете, в развитом обществе, да, на самом деле общественная организация является вот таким индикатором, который аккумулирует в себе все желания людей, да, их потребности. То есть, они же для какой-то цели создаются. То есть, люди приходят в общественную организацию и имеют какую-то цель для того, чтобы что-то сделать. Для себя, для своих родственников, для своей республики, для своей страны и так далее. Поэтому здесь власть должна очень сильно взаимодействовать, очень хорошо взаимодействовать. И учитывать мнение общества. Да. Это самое главное. То есть, дорога должна быть двухсторонним движением. То есть, власть должна слышать нас, мы должны слышать власть и должен быть такой контакт очень хороший. А не так, как было в наше советское время, правительство нам сказало, мы делаем. Ну, к сожалению... Времена меняются. Времена меняются, да. Надеюсь, что меняется к лучшему. Я думаю, все-таки ситуация у нас в республике, она сейчас уже улучшается. Надеюсь, все-таки уровень жизни наш на порядок лучше стоит. Спасибо большое. Надеюсь, что все удастся, все получится, все планы будут реализованы. Спасибо большое, что пришли, ответили на мои вопросы. Спасибо. Это была программа «Есть разговор». Надейтесь на лучшее и смотрите ТВ-ком. Всего доброго.